Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Михаил Кузнецов родился 10 октября 1919 года в деревне Отрада. Окончил 7 классов школы и Макеевский металлургический техникум. После чего работал прокатчиком на металлургическом заводе. В 1939 году Кузнецов был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Советско-финской войны. В 1941 году Кузнецов окончил Минское военно-политическое училище. С первого дня Великой Отечественной войны оказался на ее фронтах. Участвовал в обороне Брестской крепости под руководством легендарного майора Петра Гаврилова. Сумел вырваться из нее вместе с группой бойцов. В последующих боях два раза был ранен. К осени 1942 года гвардии старший лейтенант Михаил Кузнецов был заместителем командира роты автоматчиков 622-го гвардейского стрелкового полка 50-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й танковой армии Юго-Западного фронта. 3 октября 1942 года в районе хутора Буэрак-Синюткин Кузнецов во главе группы бойцов блокировал немецкий дзот и захватил его, после чего огнем из пулемета уничтожил еще около 30 солдат и офицеров противника. Группа Кузнецова отличилась 20 ноября при наступлении на хутор Среднецарицинский. Рота незамеченной зашла в тыл колонии фашистов и перебила весь личный состав артиллерийского дивизиона, захватив при этом в плен командира со штатными документами 16 исправных пушек и 96 лошадей. На этом рейд не закончился. Кузнецов отправил двоих автоматчиков вместе с языком к своим, а сам решил выбить гитлеровцев из хутора, используя захваченную артиллерию. Его бойцы обстреляли вражеские укрепления из пушек и быстро подавили сопротивление. К атаке из собственного тыла немцы были не готовы. Автоматчики захватили Среднецарицинский всего за 15 минут. В конечном счете они уничтожили до батальона пехоты противника, захватили 27 пушек, 196 лошадей, 27 ручных пулеметов, 4 миномета, 17 автоматов, 7 автомашин и склад с боеприпасами. При этом рота потерь не понесла. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленной при этом отвагу и геройство, гвардии старший лейтенант Михаил Кузнецов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 1017. Подвиг группы Кузнецова был описан в статье Ильи Эренбурга «В добрый час, гвардейцы». В марте 1943 года Кузнецов был тяжело ранен и контужен, после чего на фронт уже не вернулся, участвовал в параде победы. В 1946 году он окончил высшие военно-политические курсы, в 1951 году – военно-политическую академию. В 1974 году в звании полковника Кузнецов был уволен в запас, проживал сначала в Ярославле, затем перебрался в Москву. Скончался 30 октября 2005 года, похоронен на Митинском кладбище Москвы.